привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть с карим dragonborn последней серии мы изучаем местности окрестности нашли вот такую пещеру полную крайне неприятных созданий пауков ильбиносов которые по сути своей во первых отвратительно выглядят во-вторых ведут себя не менее отвратительно подбегает в упор и взрываются разбрызгиваю вокруг себя едкую жидкость который можно и погибнуть но тем не менее тут я чувствую мы найдем что-то интересное хотя бы потому что вот такой вот не каждый день увидишь посмотрите сколько здесь паутины так что это там такое внизу чья-то кость аккуратно давайте пробираться вообще мы ждем когда же у нас будет готова работа с теми раскопками куда мы вложили свою 1000 септимов и в принципе по завершении того квеста я думаю мы будем прощаться с этим миром но как я понял загадывать пока не будем потому что я и в предыдущей серии думал что мы уже подходим к логическому завершению прохождение этого дополнения но вот опять вылезло что-то интересное поэтому сколько будет столько будет пока будет интересно как говорится не думаю что много так что не заморачивайтесь короче хорошо кто это их стрелами интересно погасил всех душа так это все таки я подумал кто меня толкнул хорошо какая-то совсем неприятный твари лично о сколько вас тут просто представьте целое логово какая пакость отовсюду на вас может спуститься огромный паук отвратительный его жвала эти глазки маленькие как пуговки такие безжизненные ненавижу пауков передергивает аж вот они кого-то еще порвали пуск обморожения я по сути вообще сейчас ничего не беру кроме очень уж крутого потому что у меня так эти могут проснуться потому что у меня уже битком комментарий так понятно стрелами их не разбудить ну хорошо будем знать какая же пакость они здесь просто жрали так в той стороне нам нужно что-нибудь кроме этой руды руда мне определенно не нужно сейчас ну и черт с ним блин тут смотри тоже кокон печально ненавижу члены станок затаился смотри какая пакость я хочу уйти отсюда так уйди доше давай спокойно проходим вроде не шевелится давайте понюхаем уходим нафиг отсюда там еще один я на самом деле это просто жутко снизу еще что ли а ты кто так давайте-ка сохраним все чуть не понял у меня на плече что ли кто-то кого-то заметил так сейчас он придет сюда я чувствую это кто вообще такой молодца громила ну ладно громила что ты тут делал в одиночку в таком без сомнения приятном месте так нам нужно будет вон туда идти я чувствую что у нас там не совсем понятно давайте спустимся вниз а там уже осмотримся на местечко ну вот чем круты именно подземелья dragonborn и это вот выполнение тем что они огромные вот этот вот размах знаете такое ощущение что эти люди они просто привыкли жить вместе с этими пауками смотрите он светится как-то весь даже может у них своеобразный симбиоз они там я не знаю не знаю что это такое короче боюсь предположить возможно даже и не узнаем не успеешь откуда ты взялся доши добивай его ладно я сам это посмотри какой готов так с этой стороны у нас определенно что то есть сейчас мы пойдем тут посмотрим но сначала тогда в ту сторону давайте смотаемся возможно там у нас есть что-то более важное нужно определиться просто и позади постараться ничего не оставить это же надо да так ну ка понятно тут мы не пройдем я думал сможем пробиться но паутина похоже слишком крепкая понятно даже странно как то что они полностью не интерактивные эти коконы ну ладно уходим туда нас пока что-то не пускают возможно мы когда пройдем полностью это подземелье вернемся отсюда назад по всякому может быть берем обратно свой лук и нужно стрелы какие-нибудь помощнее поставить хотя в принципе хватает и железных но если будут еще люди то надо быть поосторожнее потому что людям эти стрелы не наносит особого урона так себе может тут еще драугра есть хотя думаю пауки заточили их так нос минус что с этой стороны ну кроме тебя естественно ничего вроде бы тишина какая и между тем есть ощущение что мы куда-то подбираем все таки слышу слышу есть еще такие вообще это все напоминает фильм как он назывался мутанты что ли помните там где подземка была заполнена огромными страшными жуками чуть ли не дараканами которые удачно маскировались под людей то есть они когда складывали свои крылья издалека их можно было принять за людей там был узнаваемый такой профиль человека крутой фильм и там именно было отвратительно его смотреть страшно потому что там было очень как бы это сделать как бы вернее сказать это все пакостно было в фильм снимал гильермо дель тора поэтому о качестве говорить ничего не приходится сразу понятно что круто в общем что то вот тут такое тут тоже ощущение пакостности какой-то эти пауки их тут много эти коконы кругом такого я тут еще не видел хорошо у тут уже драугров порвали ничего особенного ты просто посмотри на эти размеры ну и конечно же тут коконы кругом эти непонятные товарищи пора стрелы менять скажем здесь порчу они плохие что у них там на спине видите нет плохо так тихо так тихо вот пошло так доша помогай я просто хочу рассмотреть так впроем дармидон спокойно пора брать что-то посерьезнее блин блин как ярко ну давай меридал рендос доши аккуратно вошлак прям в черепу подожди 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 нет 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 быстрее грузим обратно я случайно зарезал дошу так вот это вот то есть он стоял на линии огня и просто подписку заметил так хорошо извини пожалуйста это было бы потери потерь лучшего напарника я себе представить не мог пойдем так у нас раз два три три блин что да железный конечно не такой уж прям торт да блин молодца доша так хорошо сейчас посмотрим кто кого блин я же не могу точно упал вниз доши живой сейчас поднимется я думаю а вон идет до свидания кто ж ты такой был так давайте сейчас узнаем похоже что же тут происходит я знаю что он задумал он что на самом деле думает что сможет присвоить себе все результаты исследования этих пауков в следующий раз когда он войдет в клетку чтобы делать то что что он там обычно делает с этими пауками я запру дверь у него не будет другого выхода кроме как выслушать меня что он имеет в виду когда говорит что у меня не все в порядке с головой ничего со мной не случилось он просто пытается украсить результаты моих исследований он что думает я не понимаю чего он добивается ничего со мной не случилось ничего Он продолжает говорить со мной как сумасшедший Я не сумасшедший Кто сказал, что я сумасшедший? Разве я говорил, что я сумасшедший? Я покажу ему сумасшедшую Неважно, он увидит, что такое истинная сила Пение, которое мы слышали за стеной главного зала Означает, что там находится что-то очень могущественное Если я смогу добраться до этого источника энергии И прибрать его к рукам Кто знает, какие новые открытия Мы сможем совершить с его помощью Кто сумасшедший? Возьмем Так Помещает на землю поджигающего пума Круто, слушай Берем Забираем всех Хорошо Так, у нас перегруз Доша, иди сюда Я тебе кое-что отдам Ты, надеюсь, против не будешь? Так Драконий костяной лук Не прокачанный Поэтому толку от него особого нет Допустим, вот этот вот Здоровенный меч Мне не сильно подходит Таскать его с собой Тоже не очень прикольно Ну, как-то вот так Все, хорошо Пойдем Блин, чуть не убил Дошу Это страшно Хорошо, о какой решетке она говорила Давайте осматривать все постепенно Блин, эти залы Слишком огромные У-у-у Вон та решетка, похоже Так Наш соловьиный лук Это что такое? Пакость Какая же пакость Так Так, с вами-то все понятно Вот еще и решетка Нам, похоже, сюда и нужно было Так, нам сюда Да Нам сюда Давайте осмотримся Что тут еще есть Блин, крутое место Совершенно неожиданно Опять нашли Настоящую Настоящую жемчужину Одно из лучших подземельей Настолько проработано Все круто Что прям радуешься Кулеваса Давай, Доша Покажи им Кулевасу Здесь, похоже Обитался Мак Который все это исследовал Давайте посмотрим Монетки Сумка аптекаря Крылышки Мед Воин из Этерий Это мы уже, по-моему, читали Подожди Нам после этого дали Так, давайте-ка еще раз Почитаем Войны за Этерий Раз нам после этого Дали квест Подожди, где он? Я чего-то похоже не понимаю Но я уже не вижу эту книгу Да, странно Может она теперь в разном Ну ладно, в общем, кому нужно Почитайте На паузе Потому что я, в принципе, там все пролистал А мы посмотрим Вот этот квест В принципе, сделаем его активным И где-то здесь, похоже Есть еще и черная книга Ладно Здесь спали Я бы сам поспал Но окружение как-то Не способствует Спокойному сну Давайте почитаем Вот это вот Как убивать прежде, чем убьют вас Многие на моих глазах Безрассудно бросались в бой Чтобы за секунду завершить свою жизнь На чужом мече Много лет я учу воинов Искусству боя Накопленному поколениями Моих предков А среди них было множество Благородных рыцарей Немало клинков А в совсем отдаленном прошлом Даже парочка наемников Вооруженный этим опытом Я постараюсь написать Небольшой трактат По этому филиграмному искусству Искусству боя Здесь не будет ни слова Ни о магическом огне Ни о пении стрелы Ни о перерезании глоток за спины Настоящий бой Когда между бойцами Нет ничего Кроме доброй стали В первую очередь Вам следует научиться Блокировать удары Лучший способ остаться в живых Не дать противнику ударить вас Возьмите щит И научитесь им работать Да это изматывает Это больно Но поверьте Если не закрываться Будет куда больнее Со временем станет легче И в итоге Вы сможете легко отбивать Даже мощнейшие удары Но помните Ваш противник Если это не трусливая деревенщина Знает что противопоставить блоку Он будет бить вас Изо всей силы Чтобы пробить ваш блок И нанести удар на поражение Поэтому опасайтесь Таких мощных ударов И хотя четверть Дюйма хорошей стали Неплохо погасит Даже такой удар Лучше все таки От него уклониться Имейте ввиду Что хотя блокировать Заклинание возможно Эта задача требует Большого мастерства Так что бросайтесь На магов Не мешкая И дайте им отведать Крепкой стали Улучшивать те Кто выбрал оружие Ведьм Не заслуживают Факт Я тоже ненавижу магов Блокировать удары Можно и без щита Просто парируйте удар оружием Хотя конечно блок Выйдет гораздо слабее Если же вы На щегольской Манер Решили сражаться Двумя клинками Одновременно Блокировать у вас Не получится Даже и не пробуйте Чтобы погасить удар Нужно держать оружие Двумя руками И никаких сил Не хватит С другой стороны С оружием в каждой руке Можно изрубить Противника в капусту За считанные секунды Как говорится Лучше защита Нападения Вот мы и перешли К ударам Здесь есть несколько Так понятно Это блин Чуть ли не туториал какой-то Я думал Будет интересней Ну ладно В общем Давайте двигаться дальше Здесь как-то Как-то так Мне бы его Дневничок Почитать Чтобы его точку зрения На происходящее Выяснить Но в целом Все понятно И так Нашли приключения Сами На свою задницу В общем Судя по всему Знаете что Они открыли эту дверь И именно оттуда Попырли Эти непонятные твари Которые жили На глубине До этого Их особо И не видели И не слышали Потому что Они только В этой части Встречаются И больше Я их Не встречал Вообще нигде Спокойно Так Вот и ты Ну что Не экспериментировались Я только что Испытал Несколько новых Комбинаций И все выглядит Многообещающе Вот что мне удалось Узнать на данный момент Рубин плюс Стручок Альбиноса Это прыгающий Огненный паук Рубин плюс Поврежденный стручок Это взрывной Огненный паук Рубин плюс соль Поврежденный стручок Далее Идет Прочерк Рубин плюс соль Плюс стручок Альбиноса Поджигающий паук Глядя на результаты Кажется будто Частота драгоценного камня Может усилить Процесс пропитки Если бы у меня Только был Безупречный рубин Я также установил Что если смешать Практически Любые ингредиенты То вероятнее всего Будет сделано Новое открытие При дальнейшем Изучении бриллианта И граната Выяснилось Что в них Нет необходимой силы Я точно знаю Что Рубин работает Как можно Заметить Из моих предыдущих Экспериментов Далее я проверю Как проходит реакция С метистом Изумрудом Или даже сапфиром Здесь точно должны быть Другие виды пауков Кто знает Какие еще существуют Виды процесса пропитки Мы будем смотреть в оба Источник взаимодействия Вероятнее всего Будет рядом Какие бы новые виды Пауков Мы не обнаружили Дурак Плохо все это Для тебя кончилось Это страшная машина Так Сюда нам нужно Поставить Хорошо Прикольно Так Подожди Кокон Все Соберем Сразу И начнем Экспериментировать Блин Круто Это будет интересно Найти конечно В моем инвентаре Все что нужно Будет довольно сложно Ну ладно Так Держи соль Ой Ай Складировать Зачем я съел соль И Аметист Интересно С аметистом Что-нибудь будет Давайте вместо аметиста Поставим Попкоп У нас конечно Не самый умный Товарищ В плане Там всяких Таких научных машин Ну то ладно Рубин Ставим Эм И что Так Ну ка еще раз Почитаем Прикольно Так Рубин Плюс поврежденный Стручок Рубин Плюс соль Поврежденный А еще Стручок же Нужен Вот я втыкаю Что-то Так Хорошо Это у нас в ингредиентах Где-то будет Я думаю Похоже Нет В пище может Боюсь предположить Но видимо Все-таки Где-то здесь Тогда Искать придется Долго Хорошо Отлично Немножко Помутили Теперь у нас Взрывных Огненных Пауков Побольше стало На самом деле Они мне вообще Не нужны Но я не мог Отказать себе В удовольствии Так как Где они Интересно находятся Скорее всего Где-то здесь же Опять же Или где Так Блин Я хочу попробовать Куда вы их дели Не в пище А вот Теперь они в свитках Но это глупо В свитки их сувать Ты посмотри На эту гадость Нормально Даша Смотри Какая пакость Пакость Даша Работай Нормально Сам ликвидировался Че Ладно Пусть все лежит Наверное Знаете что Наверное Когда кто-нибудь Рядом будет Начнет Атаковать Че-то Разговариваюсь Опять Так Ну Вот что у нас там Тут я так понимаю Мы Выберемся Сейчас К этой пещере Ой пещере Говорю К хижине Которую Мы находили В предыдущей серии Это будет Один из выходов Отсюда В принципе Все тут Больно Делать нечего Просто осмотримся Что еще Мы тут могли забыть Но мне честно говоря Непонятно Что за товарищи Такие у них Какие-то Типа паразитов На шеях было Они сами Как-то светились Похоже Это безумно Их как-то заразило Что ли Этим делом Превратило Их В слуг Своих Странно Вампир Крутой Конечно Ну да Та самая Хижина Ладно Это конечно Было долго Но мы пойдем Обратно Сейчас в этой серии Уже досмотрим Что-то еще есть А в следующий Я надеюсь К тому моменту Мы пойдем В Ревенрог И к нам уже придет Этот товарищ Который Организовал Там раскопки Потому что Телец Он уже очень долго Сколько там Наверное суток Трое прошло Если не больше Так Хорошо Здесь есть еще Путь вниз Есть еще дорога Там в зале Не знаю Посмотрим Сначала давайте сюда сходим Вот что-то чувствую Нет Здесь завал И слава богу Нашим легче Так Хорошо Давайте посмотрим Что у нас вот тут За этой дверью Мне кажется Там будет серьезно Такой спуск вниз Тихо Ну Оно не работает Что происходит вообще У меня дохлые получились Я что-то сломал Ой Тихо На Держи А это как граната Нормально Ну Чисто так Поприкалываться Потому что Толку от этого всего Не очень много Все таки Так За дверью кто-то есть И там Я так понимаю Еще один выход Какой-то Сундучок Круто Гранат Золото Отлично Так Ну что Давайте Перебьем Всех этих Посмотрим Куда она Приведет Нас Ой Пакость Доша Доша Что-то Слоупочет Последнее время Пока он замахнется Я уже успеваю убить Раньше прям спасал Ты посмотри Что у них тут было Знаете Это место Что напоминает Ту комнату В которой мы собирали маски По центру стоял постамент И маски эти Можно было На него ставить А здесь По сути-то И нет ничего Кроме пакости Мерзости И тому подобного Мда Местечко Доша тихая Так Ну что Пойдем Посмотрим Что там В зале Еще И давайте В принципе Выбираться Че уж Что у нас Вон с той стороны Снизу Там еще Что-то есть Тоже Не так много Я так понимаю Спокойно Спокойно Да Вон еще дверь Смотри Так Любопытно Ух ты Серьезная дверь Ого Я слышу Я слышу Очередную Черную книгу Это мы Удачно Зашли Очередное Слово Силы Там Снизу Выход Я так понимаю Ну что Ищ Тихо Еще раз Вапокров Так Дружок Иди поделись Дукан Да Это серьезно Отступаем Какая выдохся Не могу нормально Отступать Так Хорошо Будет не так просто Как я думал Давайте восстановимся И все что можно Чем он там Льдом бьет Против льда У меня Особо ничего и нет Блин Это к ней Где-то здесь Пошла Зачем я железными стрелами Давай самые лучшие Туда они нам пригодятся Стеклянные Лабонитовые Так Ну Печально Так Все таки я думаю В ближнем бою У меня больше шансов Потому что так мы долго Будем пинать Душа Жги Сейчас мы подкрадемся К нему Не даст выносливостью Проблема Конечно Так плохо Ты посмотри Какой Блин Выносливость Дико садится Дормидон Да ущипания Маленько Офигеть Так Эм Ладно Потом найдем Наверное Хотя не найдем Уже наверное Куда она делась ��는 Пока pendant Стрелы Ищу Пипец Подкрался Незаметно Давай Давай Блин Меня морозит Я щас умру Надо быстрее лечиться это улет чё как нормально наружище живой блин какой душный паре зато маска новая сопротивляемость холоду на 50 процентов круто обязательно надеть ну как то так жутковато и конечно так хорошо пойдем посмотрим освобождение циклон чтобы это могу значит так крики ваш тум создает вращающийся циклон который сеет хаос понятно это может быть интересно давайте его испробуем сразу а он да у меня же перезарядка так а вот и черная книга очередная нет да это она ну что давайте на этом завершим наверное в следующей серии пойдем в апокриф куда там нас затянет эта книга получим новое знание честно говоря по этому миру я уже соскучился так что следующей серии в волю побродим и будем надеяться когда мы оттуда выберемся тут наш напарник все-таки раскопает то что хотел потому что уже очень долго это делает в общем давайте на этом прощаться как бы там ни было увидимся следующей серии надеюсь вам понравилось с вами был артур всего хорошего пока 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 как так и и и и Субтитры подогнал «Симон»